Смотрите, смотрю передачу про нелегальную аренду жилья в Испании. И с AirBn тоже борьба, кстати, идет. Потому что сейчас там сделали, что надо лицензию туристику вводить, а раньше не было. Вот сейчас такая борьба, видите, сейчас без лицензии ничего ждать нельзя. Это борьба, видите. А вот оно, AirBn, видите, про AirBn рассказано. А, в общем, они рекламируют, что это как бы легальное, и там нужно лицензию вводить. И то есть, если люди хотят снять комнату, то вот надо пользоваться не какими-то нелегальными сайтами, а именно вот этим сайтом AirBn. А, понятно, для чего эта программка сделана, видите. Так что можете пользоваться без страха этой системой аренды, она защищена. Вы смотрите, это вот так людей выгоняют, которые не могут платить за это. Видите, в общем, они много лет жили, по 12 лет, и платили там 400 евро за съем квартиры. А тут, видимо, эти, ну, пропитали частные лица, они, видимо, решили продать это какому-то монополисту, чтобы он из этого сделал эти, ну, чтобы сдавать апартаменты. И они им заломили цену 1300, если они... И вот, смотрите, вот, как люди, видите, сразу, как люди вышли и начали протестовать против того, что их... И вот, видишь... Люди не хотят выезжать, полиция приехала их выгонять. И вот люди прибежали. И вот, видите... Вот они 20 лет сняли это жилье, ну, и не покупали люди, жили так. И вот так, представляете, под конец жизни вот так. Вот оно страшно как бы тоже, да, страшно. Ну, у нас, девчонки, живут, там им, ну, каждый год поднимают просто. Или они потом съезжают в другое место и считают. Тут вот так. Ну, тоже девчонки годами. Одни девчонки 10 лет жили в одной квартире. Ну, да, надо. Надо покупать квартиру, чтобы тебя потом под старость это не поняли. Смотрите, это вот директор, значит, отеля. Конечно, они очень против, это РБН. Ну, потому что, типа, они говорят, мы предоставляем все услуги, там, все такое у нас, все качественное. А там, на что попало, вы можете, ну, правильно, вы можете нарваться на вранье, на какую-нибудь грязную комнатенку. Конечно, ну, конечно, и эти, эти. Вот у них сейчас, видите, это борьба. Ну, впрочем, точно так же, как и у таксистов. Таксисты-то вот эти вот тоже борются с, как они называются такси, которые с интернета добыли. Конечно, это удар большой, это на бизнес, на туристический, на отельный, этот РБН. Ну, да, я тоже считаю, что, если уж вы хотите прямо сто процентов отдохнуть, конечно, РБН, это не сто процентов вы получите то, что желаете. Спасибо. Спасибо.